В новой эфире передача «Зона безопасности». Добрый вечер. Итоги работы Управления Государственного комитета судебных экспертиз за год минувший и задачи на год наступивший. Свадебные махинаторы и как с этим видом преступлений в сфере высоких технологий ведут борьбу в специальном подразделении К Управления внутренних дел Брестского облсполкома. Выявление и наказание педофилов. Об этом не только расскажем в этом выпуске. Более 35 тысяч экспертиз проведено в 2017 году территориальными органами Государственного комитета судебных экспертиз Брестской области. Наибольшее их число выполнено по инициативе органов Следственного комитета и внутренних дел. Об этом и задачах на ближайшую перспективу говорили и на итоговой коллегии, которая прошла на днях в областном управлении. В Брестской области динамично развиваются современные отрасли экспертиз, в частности компьютерно-технические экспертизы радиоэлектронных устройств. Большое внимание экспертное ведомство уделяет подготовке специалистов. Об этом говорят цифры. Около 40% экспертов области в течение 2017 года прошли ту или иную форму обучения, подготовки и повышения квалификации. В настоящее время в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проводится более 100 различных видов экспертиз и исследований. Управление по Брестской области и управление по всем областям другим, ну и в целом Госкомитет в преддверии пятилетия считаю, что очень удачно отработал 2017 год. В целом обеспечено полностью качество и сроки проведения экспертиз, значит и проведение некоторых новых видов. Знаете, ну соревнования в нашем случае быстрее, выше, сильнее, оно несколько, наверное, неправильно. Наша задача качественная и в срок выполнять свою работу, поэтому и нацеливаем сотрудников нашего комитета на выполнение своих обязанностей в полном объеме и с высоким качеством. Охрана труда в сфере пристального внимания и сотрудников Управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области. О том, каким был год минувший, в плане безопасности на рабочем месте расскажет следователь по особо важным делам Роман Демчук. В 2017 году следователи Управления Следственного комитета Беларуси по Брестской области 240 раз выезжали на места в целях проверки условий труда и соблюдения техники безопасности. Следует констатировать, что из указанного числа выездов в 16 случаях следователи выезжали на травмирование со смертельным исходом. В 77 происходили травмирования с тяжелым исходом. По результатам рассмотрения заявлений и сообщений следователями принято решение о возбуждении 7 уголовных дел. Из них 3 уголовных дела возбуждены по фактам смертельного травмирования граждан. Основными проблемами, с которыми мы сталкиваемся в ходе проведения доследственных проверок, выявляемыми проблемами является то, что в большинстве своими работники допускают нарушения правил охраны труда, пренебрегают принятыми, общепринятыми правилами поведения на рабочих местах, разработанными методиками, технологиями, следует с положительной стороны отметить то, что в текущем году снизилось количество граждан, смертельно травмированных и травмированных с тяжелым исходом, находящихся на рабочих местах в состоянии алкогольного опьянения. Из числа уголовных дел, которые в 17-м году находились в производстве подразделений Следственного комитета, следует сказать, что пружанским районным отделом Следственного комитета расследовалось уголовное дело в отношении начальника участка одного из частных предприятий, который допустил к эксплуатации китайское оборудование без каких-либо документов, эксплуатируемых на предприятии, в результате чего работник получил производственную травму. Следует обратить внимание, что документы на это оборудование также на предприятии находились на китайском языке, ввиду чего даже сам работник не мог ознакомиться с теми мерами безопасности, которые необходимо было соблюдать. 10 уголовных дел только с начала 2018 года уже возбуждено на Брещене по фактам преступлений в сфере высоких технологий. В Управлении внутренних дел Брестского облсполкома рассказали о некоторых схемах, которые были выявлены недавно. Подробности далее. В последнее время злоумышленники все чаще взламывают страницы ВКонтакте, наклассники и завладевают реквизитами банковских платежных карточек, данным к доступу к услуге интернет-банкинг частной информации. Каждый взлом практически сопровождается рассылкой всем родственникам и друзьям примерно однотипных сообщений, что в связи с вдруг возникшей необходимостью срочно надо перевести деньги. Для этого нужна карточка, ну и соответственно, если есть возможность, сфотографирую эту карточку и пришли мне. В дальнейшем, с использованием реквизитов этих карт, деньги выводятся, ну и, как правило, этот вывод осуществляется за пределы республики, ну, как правило, на телефоны Российской Федерации. Сравнительно недавно появилась еще одна схема мошенничества, которую сотрудники отдела К Управления внутренних дел условно называют свадебные махинаторы. Как правило, женщинам в возрасте от 40 до 50 лет, друзья подключаются или подключаются, ветераны, как правило, каких-то боевых действий или в Афганистане, или где-то в других горячих точках мира. И плавно, как бы, дружеская переписка переходит в любовную. Ну, суть такова, что я устал от войны, я хочу мира и любви. Доверчивые женщины, надеясь, наверное, на перспективу какую-то, международными платежами перечисляют денежные средства. Причем, как правило, сначала это небольшие суммы, но потом предлоги различные возникают. Это и, скажем там, оплата каких-то штрафов, это аренда машины, покупка авиабилета. Раскрыть такие преступления очень сложно. И даже если они раскрываются с помощью сотрудников Интерпола и других правоохранительных структур, вернуть потраченные финансовые средства чаще всего уже невозможно. Будьте внимательными. В данном случае система, в которой происходит перевод, она никаких, скажем там, гарантий или возвратов не дает. Деньги адресно уходят получателю, соответственно, система говорит, что свои обязательства она выполнила, деньги не возвращаются. В управлении Следственного комитета Беларуси по Брестской области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о педофилии. 41-летнего жителя Березовского района подозревают в изнасиловании и иных действиях сексуального характера в отношении шести девочек. Собранная доказательная база дает основания утверждать, что преступление мужчина совершал на протяжении 20 лет. Последней жертвой стала 14-летняя девочка. В ходе следствия были установлены еще пять потерпевших. В отношении которых он совершал насильственные действия сексуального характера и изнасилования в период с 1994 по 2017 годы. Примечательно, что одной из потерпевших по уголовному делу стала также супруга обвиняемого, с которой в 1994 году мужчина вступал в половую связь. При этом он достиг совершеннолетия, а она не достигла возраста 16 лет. В отношении подозреваемого проведена комплексная психолога-сексолога-психиатрическая экспертиза. У обвиняемого было диагностировано психическое расстройство в виде расстройства полового предпочтения в форме педофилии. Обвиняемый других психических расстройств при проведении всех обследований не выявлял. Обвиняемый был признан способным сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Как и в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Подозреваемый задержан свою вину он признал частично, на отдаче показаний отказался. По информации Министерства внутренних дел за 5 лет наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности и свободы детей. Неутешительная тенденция и в Брестской области. У нас произошел вплеск преступлений данной категории. У нас было выявлено 62 преступления по данной категории. Из них 39 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Было возбуждено уголовное дело в отношении секс-туризма, которые приехали жители Ростской Федерации для встречи с несовершеннолетними. Были сдержаны нашими сотрудниками. И был возбужден также в отношении данной категории ряд уголовных дел. Еще возбуждено уголовное дело по такой категории, как Ивацевича, Ляховича. Эксперты говорят, что не существует типичного портрета педофила. Но за каждой цифрой из статистики детская судьба. В области работает горячая линия для детей, которые стали жертвами изнасилований. Брест обладает достаточным ресурсом психологов, которые оказывают такую-то помощь. Есть частные психологи, которые работают с травмой. Также у нас в Бресте при первой детской поликлинике работает кабинет психологический. Также социальные педагоги и психологи в школах. Они, как правило, получают соответствующие знания и они могут указать эту помощь. С целью профилактики таких преступлений в Управлении внутренних дел разработан комплекс оперативных мероприятий. На итогу коллегии УВД Брестского госполкома с участием руководства МВД Республики Беларусь определен дополнительный перечень мероприятий с задействованием всех субъектов профилактики на недопущение количества преступлений данной категории. Такая ситуация находится на особом контроле у руководства УВД Брестского госполкома. Уголовный кодекс предусматривает за такие преступления до 15 лет лишения свободы. Министерство внутренних дел предлагает внести поправки в законодательство и увеличить наказание. Идет обсуждение. На сегодня это все темы. Оставайтесь с нами. Смотрите следующий выпуск программы «Зона безопасности» 13 февраля в 19.55 на телеканале «Беларусь-4 Брест».